Воскресенье 24 февраля, в неделю о блудном сыне, Высокое Пресвящение Шелукьян возглавил Литургию в Благовещенском Кафедральном Соборе. Владыки сослужили Ключарь Собора иеромонах Венедикт Калинин, Клирик Собора иерей Михаил Полтораков. Неделя о блудном сыне предваряет начало Великого Поста настраивать верующих на молитвенное покаяние души. Слева от алтаря ковчег с частью святых мощей великомученика Дмитрия Солунского, доставленный его Высокопреосвященством ко Дню Защитника Отечества. Благодаря доблести и несломленной пытками вере, святой Дмитрий Солунский почитается в России как покровитель ее воинства. В это воскресное утро на литургии читается Евангелие от Луки, 15 глава. Известная притча о блудном сыне веками была темой для многих произведений искусства, напоминая о силе покаяния души, образом чего служит блудный сын, о силе всепрощающей любви, проявленной отцом, и о самоуничтожающей силе зависти и гордости, которая открылась в благочестивом, тудолюбивом старшем брате. Воскресный день, именуемый на литургическом языке «Неделя о блудном сыне», собрал нас в храме у алтаря Христова для служения божественной литургии и слышания Слова Божьей. И вот сейчас прозвучала евангельская притча, которую сказал Христос своим ближайшим ученикам и последователям. И эта притча очень многим знакома. О ней много говорят, о ней много написано, много художественных изображений, тех картин, которые передают трогательную встречу кающегося сына с его любящим отцом. Есть ли у нас та любовь? Достаточно ли у нас тех сил, чтобы проявлять такое доброе отношение к тем, кто согрешал перед нами, особенно нашим родным и близким? Умели ли мы когда-нибудь, согрешая, делая зло, покаяться и попросить прощения так, чтобы быть прощенными? Радовались ли мы когда-нибудь, когда те, кто погибает, те, кто, казалось, уже обречены, начинают новую жизнь и бывают счастливы? Убиваем ли мы в себе злобу, зависть, обиды? Соответствуем ли мы тем идеалам, которые каждый раз нам напоминает Евангелие, а вернее сам Бог через Священное Писание и Свою Церковь. И, конечно, каждый из нас так или иначе поймет, что мы далеки от этих идеалов Евангелия. Поэтому всегда остается главным в пути верующего покаяние в своем недостоинстве называться Сыном Небесного Отца. Церковь всего по чтениям Священного Писания указывает нам на то, что это начало, что эта мощь обновления духовного заключается в самом красивом, самом сильном явлении в жизни людей, о котором говорит Бог. В Священном Писании и мы об этом знаем. С момента Своей первой проповеди обращения к человечеству покайтесь, помолимся нашему Небесному Отцу, чтобы Он любя бедно, щедро принимал наше покаяние и обновлял нас к нормальной, светлой человеческой жизни здесь, на земле и не лишил влах неба. чтобы все те, кто так или иначе от нас зависит, кто нам очень близок и дорог, не были лишены правильного видения и понимания по отношению к нам, а мы, в свою очередь, спешили все видеть и покрывать любовью этим самым прекрасным, самым совершенным явлением в нашей человеческой жизни. И чтобы великий Бог, Отец Небесный, даровал нам эти силы Духа, чтобы с Его помощью мы снискали здесь Его прощение и благословение. И с этим в онное время ушли в вечность. И, конечно же, примеры святых мучеников за веру Христову всегда будут путеводной звездой для сердца каждого христианина. Те, кто видел перед собой только одну цель быть достойным в этой жизни вверенного Богом служения. Не предать, не свернуть со святой стези. Поэтому сегодня чествуется доблесть верного сердца святого великомученика Дмитрия Солунского перед частью Его святых мощей. И спрашивается Его предстояние на защиту нашей земли и спасение наших грешных душ перед небом. «Святый день учениче Дмитрия, ищите свое, страдания твое». По ходатайству владыки Лукьяна скоро жители Амурской области смогут благословиться и у новых святынь, мощей нескольких святых, которыми обогатятся храмы и монастыри Благовещенской епархии в благодатное время пасхального периода.